Скорая помощь, тяжёлая работа, благородная миссия. Ежегодно во вторую среду октября свой профессиональный праздник отмечают медицинские сёстры скорой помощи. Эта специальность считается одной из самых гуманных профессий. О том, как проходит день медицинской сестры скорой помощи, из чего он начинается, увидите своими глазами в следующем материале выпуска. Татьяна приходит на работу полседьмого. В 7 утра заступает на смену и сразу же отправляется на вызов вместе с бригадой. Сутки на ногах. Под рукой всегда медицинская укладка. Именно так называется оранжевый чемодан медсестры. В нём есть всё, что необходимо в любой, даже самой экстренной ситуации. Это медицинская укладка, в которой весь набор медикаментов, который нам необходим для оказания экстренной помощи. Также у нас есть реанимационная укладка, не приведи господи её открывать, кардиографы, дефибрилляторы, ИВЛы, перфузоры. То есть оборудование в машинах абсолютно всё. Оборудование для скорых регулярно обновляется, что очень радует медиков. Татьяна с улыбкой вспоминает, как непросто было работать, когда она только пришла в профессию. Начинали мы с чернильных кардиографов. Когда зимой чернила застревают, стрелка перо не пишет, и ты дышишь, и потом ты вся в чернилах стоишь, заземляешь провод на батарее, чтобы снять кардиограмму. То есть теперь у нас очень хорошо. Теперь у нас теле ЭКГ. Мы можем передавать ЭКГ сразу в областную больницу, в ДККЦ. Кардиологи сразу смотрят. То есть это большая помощь для фельдшеров, которые в район выезжают. Медсёстры неотложной помощи играют роль детективов. Обнаруживают улики, оставленные болезнью или травмы пациента. Быстро принимают решение, буквально на ходу. Спасают или хотя бы подают надежду, когда это необходимо больше всего. Они лечат пациентов, которые страдают от травм или тяжелых заболеваний и нуждаются в неотложной помощи. Поскольку эти специалисты работают в кризисных ситуациях, они должны быть в состоянии быстро определить наилучший способ стабилизации состояния пациентов и минимизации боли. По стандартам на осмотр больного отводится всего 20 минут. Поэтому время терять никак нельзя. Внутреннее спокойствие. То есть вот ты четко знаешь, что ты должен сделать. Все уже отработано практически на автоматизме. Даже врачу говорить мне не надо, что я должна подать. И на вызове приезжаем, пока врач еще беседует с больным, то есть я уже включаюсь в работу. Снятие ЭКГ, определение сахара, венозный доступ. Все это делается очень быстро и очень без суеты, без суматохи. То есть так, как должно быть. Время не теряем. У нас по стандартам 20 минут. Мы должны управиться за это время и определиться с больным. В профессии Татьяна уже 45 лет. Ни разу не пожалела. Несмотря на то, что работать в последнее время стало сложнее, рассказывает медик. По стопам Татьяны пошла ее младшая дочь. Она работает фельдшером на южной станции скорой помощи в Твери. В лице Татьяны Акименко хочется поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить всех медицинских сестер нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова